Жители массива Кайнар-Булак жалуются на проблемы с элементарной сотовой связью, не говоря уже о доступе к интернету. Поэтому к очередным представителям компании, обещающим высокую скорость оптоволоконной сети, относятся с настороженностью и недоверием. У нас связи никакой нет. Сотовой связи нет никакой. Мы хотим. Мы хотим это интернет. Пусть они зайдут к нам. Пусть мы посмотрим. В любом случае, если это нам понравится, мы все заключим договор. Специалисты говорят, подключат к сети бесплатно. Ежемесячная плата составит около 7 тысяч тенге. Качество обещают хорошее. Установочная плата была 15 тысяч тенге. Мы буквально неделю назад ее убрали. Думаем, может из-за того, что дорогая абонентская установочная плата, из-за этого не идут на подключение. А то, что говорят, что мы хотим, не можем подключиться, такого в принципе нет. Итак, проблемы с интернетом у жителей Шимкента наблюдаются давно. Но мы решили провести опрос в нашем Телеграм и проверить, у кого интернет хороший, а у кого его нет. В опросе принимали участие не только пользователи сотовой связи, но и кабельной сети. Результаты вот смотрите какие. Вопрос полной цифровизации третьего мегаполиса остается острым. Жители регулярно жалуются не только на сотовую связь, но и на сбой в сети. Ситуация такая не только в Шимкенте, но и в других регионах Казахстана. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова